Я Басов Тейман, ученик 3-го А-класса, политехнической гимназии. Снима моего эсса Александр Невский, запад и восток, историческая память народа. Александр был младшим сыном князя Ярослава Всеволодча. Родился он в 1220 году, а через 5 лет князь Ярослав учинил сыновьям княжеский постриг, так назывался обряд посвящения войны. Александр Невский еще в детстве научился обращаться с оружием и скакать на коне, как будто знал, что ему придется сражаться. На востоке нас татаро-монгольские правители подчинили, а с запада нам угрожали рыцарские ордены. Так в католической церкви военные общества назывались. Хотели они Русь в свою веру обратить, а потом и земли наши потихоньку отобрать. В 1240 году шведы вошли в Неву. На их корабле был эпископ. Он хотел всю Русь обратить в католиков. Архиепископ Спиридон благословил князя Александра встать во главе русского воинства, хоть и было ему тогда всего 20 лет. Рано утром войско князя Александра расплох захватило шведский лагерь. Но новгородцы сражались в ярости мужества своего и победили. Этому победу князя так и прозвали Александр Невский. И тогда народ поверил, что он сможет постоять за себя и за веру свою православную. В Новгороде Александр Невский быстро собрал войска и выгнал немцев со своих земель. После нового поражения немцы уже всерьез задумались, как Александра Невского победить. В городе Дербти собрались немецкие рыцари и войско шведского короля. Стали вместе готовить новый поход на Русь. Увидел князь, что противник не успокаивается и решил, недолго думая, вступать в войска и продолжить войну только на их земле. Александр Невский вступил в земли племени Чуть и решил он дать бой на Чудском озере. В земле 1242 года состоялась одна из самых главных битв в русской истории. Александр Невский заманил немцев в ловушку. Так как Александр знал, что броня немцев весит больше 100 килограмм, он их заманил на лед. И лед начал трескаться. И все немцы провалились под лед. Во Псков Александр вернулся победителем. С тех пор Александр Невского почитают особо. И даже сейчас существует орден Александра Невского. Его вручают только за особые военные дела. Наша русская православная церковь причислила князя Александра Ярославича к лику святых. Александр приславился не только победами на Западе, но тогда были сложные времена, и на него напали с востока. Это были татари. И тогда он подружился с ханом, и он им облатил дань. И так Александр избавился от набегов на Русь. В России никогда не забывали про Александра Невского. И в Великой Отечественной войне в его честь была названа эскадрилья. А сейчас так названа современная подводная лодка. Самое главное, что Александр Невский учислен к лику святых. И этот храм назван в честь его. И каждый верующий может прийти сюда помолиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...